Вместо деревянных парт мягкие кресла, вместо школьного звонка театральный, вместо доски имела сцена и экран. Так начался урок, посвященный Дню Народного Единства в Развилковской средней школе. Учрежден этот праздник, ребята, в памяти события, которое спасло русский народ от гибели, спасло русское государство от иноземных захватчиков. После короткого вступления все внимание зрителей, учеников средних классов, на сцену. Автор сценария и режиссер, преподаватель истории и естествознания, классный руководитель 6-го Б-класса Ирина Геша считает, что подобная подача материала позволит ученикам лучше его усвоить. Как показывают социологические опросы, что этот праздник достаточно молодой, и поэтому многие жители России даже не имеют представления о том, каким событием посвящен и какой героической историей мы вообще с вами обладаем. Поэтому вот для среднего звена мы решили восполнить этот пробел. На сцене народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского отправляется в поход против иноземных захватчиков. Актеры – ученики 6-го Б-класса. В путь, славные воины земли русской, надо бы нам очистить московское царство от врагов, восстановить порядок и мир на Руси. Успешный штурм Китай-города – подписание капитуляции командованием польской армии. Финальная песня под аплодисменты зрителей. Месяц репетиций, нервов и сомнений позади. Мне очень понравилось, как мы выступили. Я думаю, что мы очень хорошо выступили, хотя я видела только это с краю. В целом мы молодцы. Для меня это несложно, это для меня отдых, потому что, когда я нахожусь со своим классом, я только получаю радость, удовольствие. Стоит думать, удовольствие получили и зрители. Тем более, что ни писать, ни зубрить ничего не надо. Домашнее задание чисто символичное. Не забудьте только братьям и сестрам, но и своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам сказать, что когда мы едины, мы все вместе. Мы победимы. В Развилковской школе подобные праздники стали уже доброй традицией. Они проходят практически каждый месяц. Основное направление – гражданско-патриотическое. Вот эти государственные праздники, как День народного единства, как День защитника Отечества, как День Победы, участие в акции «Бессмертный полк» у нас поставлены на очень высоком уровне. Ученики отправились на каникулы. Именно поэтому, кстати, в школе День народного единства отметили немного раньше. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.